Добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. У нас есть три основных правила, если видео вам понравится. Поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. С вами Кин, и о чудо, какое множество прекрасных лиц, как род людской красив, и как хорош тот новый мир, где есть такие люди. Добро пожаловать в будущее, в новый мир. Мир, где всё для всех. Все могут видеть чужими глазами, все спят с кем хотят и не обременяют себя узами брака. В этом и есть несколько основных правил нового Лондона. Никакого уединения, никакой семьи и никакой моногамии. И все должны быть счастливы. Также девушки лишены здесь мучительного процесса родов. Ну а дети появляются из искусственных клеток. При этом всем клеткам на первоначальном этапе определяют их класс и принадлежность. Всего их девять, но основных можно выделить три. Альфы, лучшие из лучших. Ну и всё в этом духе. Бета, класс чутка пониже, но тоже неплохо. И Эпсилон, заранее отупляемый рабочий класс. Ходят и делают всю грязную работу без каких-либо чувств и эмоций. Но хоть это и идеальный мир, но смерть в нём также есть. Только она контролируемая. А правит этим миром наркотик Сома. Наркотик счастья и спокойствия. И нет, от него нет таких последствий, как от наркотиков в нашем мире. Он скорее служит успокоительным в стрессовых ситуациях. Ограждает и защищает новый Лондон купол, за которым есть дикая земля. Так называемый аттракцион для привилегированных. Где живут обычные люди, такие как мы. И показывают зрителям старый мир и старые обычаи. Например, что такое свадьба. В этом мире живёт и работает реквизитором обычный паренёк Джон. Пока в ходе стычки с сопротивлением он не оказывается по ту сторону купола. И вот тут-то и начинается самое интересное. А что если не все эпсилоны бесчувственные? Как адаптироваться дикарю к миру высшего общества? И настолько ли всё же прекрасен этот... Дивный новый мир. Так, давайте сразу. Да, я знаю, что сериал основан на романе Олдоса Хаксли. Но сам роман я не читал. Хотя я видел под трейлерами к сериалу комментарии, что всё не так и всё плохо. И я же так как не знаком с первоисточником, сравнивать не буду. Но, если вы читали и вам есть что сказать, то милости прошу в комментарии. На самом деле меня так же не привлёк трейлер. Да и чего уж там постер тоже. Именно поэтому я и решил посмотреть этот сериал. Просто я понял одно, и как бы оно не было иронично, если в промо-материалах сериала меня что-то отталкивает, значит, скорее всего, сериал мне понравится. Таким же макаром я очень-очень долго обходил стороной холистическое агентство Дирка Джентли. А потом как всосал два сезона в один присест и не прогадал. Так же и тут сериал мне очень понравился. Возможно, потому что он очень похож на коллаборацию двух других проектов, которые мне так же по душе. Я говорю про Эквилибриум и недавнюю загрузку, на которую я делал обзор. В ДНМ такое же яркое, красивое и радужное будущее. Но несмотря на вседозволенность и атакую свободу, все живут как роботы в рамках своего класса. Ну а тема самих классовых неравенств в сериале показана во всех мелочах. Так же сериал довольно богат на некоторые аллюзии и метафоры. Очевидные или не очень. Например, как здесь, когда Джон только попал в новый Лондон. И вроде бы обычная истерика, обычное действие. Но, если вдуматься, то можно увидеть, как Джон своим появлением, своим действием вносит раскол в устоявшийся мир. И из этого раскола, из одной небольшой трещины, разрушение растет все сильнее. Ну или вот здесь. Ничего не напоминает? Подскажу, это своеобразная интерпретация картины «Сотворение Адама». Символизм, как бы показывающий, что Джон перерождается под веянием нового мира. И я уж молчу про очевидную сатиру и высмеивание нас, нашей жизни, нашего потреблятства, наших порой странных условностей. Мужчины и женщины, выбравшие моногамию, добровольно лишают себя радости и секса. Друг с другом? Со всеми. С каждым? Даже с собой. Жестоко. Зачем? Зачем? Тут не сказано. Но помимо, как по мне, годного сюжета, у нас есть еще и годные актеры. Дэми Мур, Джессика Браун Финдли, Ханна Джон Кейман, Ричард Брейк, Хан Соло, ой, то есть Олден Эренрайк и кучка клаусов Джозеф Морган. И это еще не все. Пожалуй, единственное, что среднее в сериале, это музыка. Но именно, что среднее. То есть не супер-мега популярная, но и не серый фон. А вот визуал очень даже приятный. Но все же в целом сериал держится именно на сюжете и подаче. И если честно, то я не знаю, что отнести к минусам. Возможно, те, кто читал, найдут в сравнении здесь вагон и маленькую тележку недостатков. Мне же, повторюсь по незнанию первоисточника, как и в случае с Ведьмаком, сериал понравился. Интересные идеи, хорошая сатира, недеревянные актеры, новый мир, который интересно изучать. А вот хотелось бы вам жить в таком мире. Напишите в комментариях. Я лично долго думал над этим вопросом. С одной стороны, бесперерывное счастье и вседоступность. С другой стороны, никакой личной жизни. И ничего своего. Хотя, с моим везением, я бы все равно стал Эпсилоном. Так вот, тщательно поразмыслив и взвесив всевозможные плюсы и минусы, мой ответ, скорее всего... Дивный новый мир. Ну а на этом у нас все. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вас будет ждать ссылка на просмотр сериала. А также ссылка для вашей поддержки канала. И ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. И буду очень благодарен, если вы на все это подпишетесь. Ну а в группе ВК мы иногда смотрим кино, сериалы или тоже аниме. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам столько интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok